Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас будут покупки Фаберлик. И одна из покупок это вот такой вот оливковый цвет водолазки. Она очень мягкая, очень классная. Ей очень довольна. Сейчас я покажу вам. Вот. Да, у нас на улице еще жара, поэтому я в шортах. Но я решила сразу с ней вот в этой вот водолазке показать вам сразу, как она выглядит. Ну и мне очень понравился образ. Смотрите, помните, вот это украшение мне дарила одна из моих подписчиков? Своими руками сделал. Сюда просто идеально, мне кажется. Единственный момент, я не знаю, вот сережки сюда прям вот подходят вот так вот все, да? Или лучше без сережек? Ну без сережек как-то пустовато. Мне кажется, сережек прям не хватает. Может, какие-то другие должны быть, но эти просто по цвету идеально подходят. Я вот, знаете, что касается всякой вот бижутерии, я люблю вот минимум, да, все. А вот когда вот идут какие-то такие вещи, я уже немножечко смущаюсь и не уверена в правильности и, ну, красоте, да, вот этого. Ну, в принципе, мне нравится. Вроде бы так ничего смотрится, да? По-моему, сильные сережки не вызываются отсюда. В общем, мне очень нравится. Я взяла S-очку. Ткань очень мягкая. Все классно в облипочку ложится. И я прям угадала с цветом. Мне кажется, мой это цвет оливковый. Открою комментарии на этом видео, поэтому можете комментировать. Скажите, как по поводу цвета. И мне интересно сочетание вот этого с сережками. Или, может быть, если есть профессионалы среди вас, посоветуйте, какие сережки сюда должны быть. Потому что мне вот очень нравится, да, вот так вот. Это здесь, мне кажется, идеально. Ну, честно говоря, ну, вот джинсы какие-то, например. Или брюки одеть. А, в общем-то... Или брюки одеть. Мне вот очень нравится. А вот сережки я немножечко смущаюсь. Может быть, без вот этой, да, штучки. Но вот так вот, да, с сережками. Ну, так тоже хорошо. Так бы я пошла. А вот именно в сочетании, короче, вот это вот все вместе. Скажите мне, пожалуйста. Потому что сережки точно нужны. И вот эта мне штука нравится. Спасибо моей вот зрительнице, которая мне это дарила. Большое спасибо. Сегодня мы будем говорить о новинках Фаберлик. И это первая новинка, которую я хотела презентовать. И просто сказать, что это best, the best класс. И цвет офигенский. Данечка, подожди чуть-чуть. Маме чуть-чуть надо времени. Дальше я скажу о постоянных вещах. Так, купила вообще три. Три корректора. Это идеальный корректор для меня. У них всего два цвета. Консилеры такие вот. У них два цвета. Единственное, что они быстро кончаются. Поэтому их купила уже три штуки. Только вот одна где-то уже лежит. Вот две, вот они. Два цвета. Один светлее, другой темнее. Темный совсем для загорелых. А вот этот вот, ну он не для светлой кожи, я вам даже так скажу. Но может быть он подстраивается. Поэтому их сделали всего два цвета. Мне он идеально подходит. Вот просто. Вот этот мне нравится. Более светлый. Вот такой вот. Так что можете попробовать. Я их покупаю. У меня уже их шесть штук было. Я тебе решила сразу три взять. Потому что они кончаются быстро. Это единственный минус, который вот в этих корректорах. А так по цвету все замечательно. Ну, мне удобно, да, что раз-раз-раз. Поднажимал сюда. Раз-раз. Он не оставляет следов никаких. Не скатывается. В отличие от других консилеров. Вот. Сейчас. Сейчас этот консилер на мне. И, в общем-то, я им полностью довольна. Дальше, что я взяла, как я вам и обещала. Кстати, вот сейчас сразу на мне скажу, что на мне румяна. Вот, кстати, вот этой вот пудры. Помните, я покупала? Я очень довольна. Гляньте, у меня уже горка даже слезла. Насколько я ей часто пользуюсь. У меня уже горки нет. Она ровная. Она реально очень классная. То есть вот я ей как румяном и как корректором пользуюсь. И она дает очень красивое освещение. В общем, это Фоберлик пудра. Она была у меня в покупках в прошлый раз. Ну, и как я и обещала, и собиралась, я взяла Фоберлик тени. Немножко другие Фоберлик тени по цвету, чем я покупала своей заловки. В общем, вот такие цвета. Да. И сейчас я именно крашена. То есть у меня самый светлый в серединке. Потом вот этот вот я взяла цвет в уголки. И самый темный еще в уголки добавила. Все это растушевала. В общем, вот это сейчас у меня суперлегкий мой дневной макияж. Как-нибудь надо вам еще раз снять мой дневной макияж. А как я его быстро делаю? Мне прям хочется со всеми делиться своим быстрым макияжем. Потому что мне кажется, он быстрый, красивый и классный. Так, что здесь? Мне пришли пробники, кстати. Какой-то водички туалетные. В подарок. Я не заказывала. Пришло это в подарок. Разные. Но это надо пробовать. Что за запах? Ой, они не разные. Это одно и то же. Но название, во всяком случае, одно и то же написано. Ну-ка, понюхай. Сейчас скажу, что за название. Надо его прочитать правильно. Ой, такой кисленький зеленый чай. Знаете, зеленый чай с лимоном. Букует Дежардин. Я не знаю, как правильно я прочитала первое слово. Букует Дежардин. В общем, запах на самом деле приятный. О, он начинает сладостью отдавать. Слушайте, надо им попользоваться. Еще я взяла, еще я взяла в Фаберлик. Вот такие два лака. В общем, мне говорили про стойкие лаки какие-то в Фаберлик. Я взяла синий. Сюда, мне кажется, очень хорошо подходит. Сейчас я накрашу, мы посмотрим, как быстро он сохнет. А вот этот я взяла, в общем, он делает матовым любой лак. Мы сейчас все это с вами протестируем. Итак, я накрасила сейчас синим. Это один слой. Вот так вот он ложится одним слоем. Цвет очень красивый, синий. Мне кажется, вот сюда он будет отлично. Да? Если я все накрашу. Сейчас я накрашу глянцевым. Вот у меня какой-то здесь есть глянцевый цвет. Ой, кстати, этот же тоже глянцевый. Но мы сейчас на другом попробуем. Хотя нет. Давайте сейчас я этим накрашу. Сейчас он чуть подсохнет. Мы проверим, как быстро он сохнет. Сколько же он будет сохнуть у меня? И мы накрасим сверху как раз таки матовым, чтобы понять. То есть вот вы запомнили, да, глянец? Ой, я сейчас на другом пальчике еще накрашу. Крашу сейчас такая, знаете, что мне напоминает? Цвет, знаете, вот синей ручки прям. Вот синяя-синяя ручка. Но мне нравится. Мне нравится, если честно. Прикольно. Ну да, сохнет достаточно быстро. Вот уже не оставляет таких вмятин. Прошло буквально, я не знаю, может быть, 4 минутки. Давайте... А, кисточка здесь широкая, что мне нравится. Это я люблю захватить всего ногтя. Будь здоров, мой сладенький. Сейчас мы сделаем матовость сверху. Прямо на большом пальчике я вот наношу вот этот сверху лак, который делает матовым наш лак. Ждем, пока подсохнет. Ух ты, он на глазах делает матовым его. Слушайте, прикол. Все. В общем, мне кажется, не нужно брать себе красный матовый и красный глянцевый. Я просто взял одну вот такую штуку для матового ногтя и все. Пожалуйста. Вот, смотрите. Вот матовый, а вот глянцевый. Матовый, глянцевый. Разница очевидна, да? Я прошу прощения за мой маникюр. Мой маникюр не маникюр. Но я не подготавливаюсь ни к одному видео, поэтому все у меня спонтанно. И вот так вот приходится мне все снимать в моих тяжких условиях. Сейчас бы видели, что у меня вокруг здесь творится. Полный беспредел. Но главное, в кадре я прекрасна. И сына ждет маму, да? Ой, вообще, вообще замотивел, замотивел. Вообще класс. Блин, вот это находка. Спасибо, Фаберли. Я не знала даже, что такие бывают. Я случайно наткнулась. По стойкости я посмотрю. Пишите мне, я потом расскажу. Может быть, во влоге расскажу как раз, потому что я накрашу. И расскажу по стойкости, как быстро. Смотрите влоги, потому что я в них рассказываю, ну вот, потом из ваших вопросов, что именно там вас интересовало. Я отвечаю на какие-то вопросы, что я пользовала, не пользовала. Там, в общем, во влогах все рассказываю. Все, мои хорошие, я вас люблю. Целую. Спасибо большое, Фаберли, за их новинки. Ждем новые новинки, новые каталоги. И новое видео в Фаберли. Я вас люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok